Приветствую вас, друзья! Вы на этом канале «Всё для клёва». Сегодня очередное видео с Хаджебеевского лимана. Здесь сегодня проводятся мероприятия по установлению нерестеричных гнёзд. Что это такое нерестеричное гнездо, многие из вас не знают, поэтому я специально для этого снял видео. Очень хорошо, что такие мероприятия проводятся, контролируются Одесским рыбохранным патрулём. И сегодняшнее видео именно с Хаджебеевского лимана, но такие мероприятия будут проводиться на всех больших водоёмах Одесской области. И это радует. Мы сегодня с вами находимся на Хаджебеевском лимане. Сегодня будет установка штучных нерестовых гнезд для водных біоресурсов. Для чего это сделается? Потому что природных нерестеричных не хватает. Багато факторов на это впливает, как природных, так и людский фактор. И науковой организации, которая выполняет исследования на данном водоеме, было установлено, что необходимо добавить добавление субстрат для нерестоводных біоресурсов, а именно штучные нерестовые гнезда. Они делаются у нас, как вы видите, это хвойные гелочки, а также стародель. Робится поплавок для того, чтобы тримался в толщей воде это гнездо. И делается якир для того, чтобы на дне так же тримался. Находящись в толщу воды, риба заходить сюда на нерест, и водой обмывается ця икра, чтобы она не замульвалася. И вот таких гнезд у нас сегодня будет установлено 200 штук. А взагалі, в этом году нам подали 6 заявок. Это озеро Ялпух, Кугорлуй, Кагул, Дністровский лиман, Сасик, Озаро Китай, а также вот и Хаджибейский лиман. Всього будет установлено 3250 штук. Первые гнезда уже были установлены на озере Китай. Сейчас мы находимся на Хаджибейском лимане и на следующем неделе будут находиться уже на других водоймах. Эти гнезда установлены до начала нерестовой обмывания. Как мы знаем, сгідно нашего наказа, с 15 квитня на большинстве водных объектов Одесской области стартует нерестовая обмывания. Вот перед этим мы установлены такие гнезда. В асоциацию ходят 10 предприятий. Каждое предприятие изготовило по 20 гнезд. Значит, это нам по нашему режиму, по разработке института, необходимо устанавливать 200 гнезд. Мы сегодня их делали 200 и чуть больше. Значит, гнездами этими занимались наши рыбаки. Значит, те, которые работают на лимане. Тут работает у нас в ассоциации более 200 человек рыбаков. Сегодня, с одного дня мы ждем приказа о том, что будет запрет, то есть рыба уходит на нерест. И поэтому перед этим наше обязательство выполнить эту задачу, установить гнезда, для чего мы здесь и собрались. И то, что мы сегодня делаем, это действительно для природы, для нормальной нерестилища. Значит, мы этот вопрос изучали и сегодня считаем, что это, ну, дает эффект, рыба нереститься. Надо как-то помочь, поскольку естественных нерестилищ не хватает. На Хаджибийском лимане мы сейчас будем их устанавливать. Сейчас все гнезда будут погружаться на човен. И човен будет выходить недалеко от берега, потому что это должно быть близко до природного места. То есть это не может быть там на середине лимана. Это должно быть близко до природных нерестилищ. Будут выставляться эти гнезда по периметру лимана. На Дистровском лимане? Они планируются на наступном тижне. Вы нас пригласите? Обовязково. А сколько там будет устанавливаться? Там также будет 300 штук устанавливаться. КОНЕЦ 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 Скажите, а вот любителям, вот самим, вот если человек захотел сам помочь рыбе, он может сделать такие гнезда и поставить на время? Это законно? Нет, все работы должны делать у нас в беологических грунтов, науковых грунтов. Они должны обратиться к управлению с заявкой, что они планируют или хотят провести какие-то работы. И только тогда они могут самовыдить. То есть это, если он сам захотел поставить такие гнезда, то это... Нет, он может поставить, если никто не знает, но это не законно. Почему? Хорошо, вот ставят скворечники, например, люди, птицы прилетают. Это законно? Да. Законно. А что поставить, чтобы размажало своих гнезда, это не законно? Мают быть работы все, которые предпочены. И тоже мают быть какие гнезда, где они поставлены. Просто так поставить, чтобы стояло гнездо. Ну, не всегда оно эффективно, правда? Не знаю. Я не специалист. Если поставить там толщу воды где-то на середине лимана, то гнездо воно никакой роли не отиграет. Ну, понятно. Возле берега наставить. Возле камышей каких-то, правильно? Так. Мы должны ставиться близко до природного нереста. Ну, мне кажется, что если нет камыша, то и возле берега есть смысл ставить такие вещи, чтобы рыба не рестилась. Почему бы не дать ей возможность? Если любитель возьмет и поставит, а потом сам ее вытащит. Почему бы не? Ну, по-перше, кількість гнезда. Вы же бачите, мы не просто поставили такую кількість гнезда, сколько захотелось там рибопромисловой асоциации. Кількість гнезда також визначена науковою організацією. Необхідність на площу водного объекта розраховується, на запаси водних біоресурсів. А что это за науковая організація? Одесский центр «Повденіра» – это наш Одесский институт науковий, который проводит наши водоймы, проводит исследования на наших водоймах. Вони обрунтовывают доцільность обсягу вилову рыбы, обсягу зарибления рыбы. Лимити установлюются. И все рибоводные и мільяративные работы также визначаются ними. Продолжение следует...